Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость говорит, что множество непрестанных попыток колдунов его бить подготовили его к уничтожению, кого бы вы думали, драконов. Драконов? О да. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сидру в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Я вспоминаю путь великого человека Божьего, который недавно ушел на небеса. Рейхарда Бонке. Я даже не знал об этом. В его служении было задокументировано 80 миллионов решений принять Христа своим Господом и Спасителем. Я очень спокойно об этом говорю, но это огромное количество. Ведь так, Дэниэл? Да, в среднем это больше миллиона человек за каждый год его жизни. Когда вам было 28, вы уже какое-то время трудились вместе с Рейхардом Бонке. Однажды он пригласил вас с женой на встречу. Прежде чем вы озвучите его слова, скажите, на тот момент вы догадывались, о чем он будет говорить на этой встрече? Нет, я трудился за кулисами, носил Библию и другие его вещи. Однажды он посмотрел на меня и сказал, ты призван к евангелизму, так? Я не говорил ему об этом, чтобы он не думал, что в моем служении есть какой-то скрытый мотив. Я просто помогал ему, но он сказал, да, когда мне было 7 лет, я почувствовал призвание проповедовать Евангелие народам. Он сказал, тогда займись этим, и уволил меня. Просто отправил меня домой. Пару лет спустя он пригласил меня служить вместе с ним, но до того, как он произнес слова, о которых вы спросили, я даже не мечтал, что он их произнесет. Что он сказал вам и вашей жене? Он сказал, Дэниел, Господь проговорил ко мне, помазанников нужно назначить. Я верю, что Бог помазал тебя продолжить это служение. Я хочу, чтобы ты сделал это. Мне кажется, что я сидел с открытым от удивления ртом не меньше 5 минут, не зная, что сказать. Как вы сказали, мне было всего 28, я был очень молод. Мысль, что я могу продолжить одну из крупнейших евангелизационных служений в мире меня ошеломила. В тот же период, Сид, кое-кто сказал мне еще кое-что. Это была журналистка из Южной Африки. Во время пресс-конференции она спросила очень враждебным тоном. Молодой человек, как вы представляете себя на месте Рейхарда Бонки? Мне показалось, что все, кто был в зале, думали о том же. На доле секунды я испугался, но затем меня коснулся Дух Святой. И тогда, без всякой тени сомнения, я ответил ей. Дорогая, я не собираюсь занимать место Рейхарда Бонки. Это место дал мне Дух Святой. Я уверен, что нахожусь на своем месте. И милость, и благодать Господа будут сопровождать меня. Так и произошло. Вы написали новую книгу под названием «Как убивать драконов». Для начала давайте разберемся, кто такие драконы. Дракон — это метафора, которая часто встречается в Писании. Сатана появляется в образе старого змея, а в откровении огромного дракона. Но это в конце книги. А в самом начале Библии, в самой первой истории, он змей-искуситель. В Библии, змеи-чудовище являются прообразами демонических сил и властей, с которыми мы боремся. Также Библия говорит, и христиане часто упускают это из виду, что мы боремся не с плотью и кровью, но с начальствами, властями и мироправителями тьмы. Другими словами, Библия говорит о том, что это реальная борьба. Несмотря на то, что мы часто сражаемся и боремся с тем, что видим, с ощутимыми вещами, Библия говорит, что наша задача совсем не в этом. Настоящая борьба идет в духовной сфере. Это невидимая борьба. Но то, как протекает эта битва, определяет итоги на земле. Очень важно, чтобы христиане это понимали. Приведите мне пару примеров. Мы знаем, с какими драконами вы столкнулись, с колдунами и знахарями в Африке и подобных ей местах. Но с какими драконами сталкиваются, скажем, домохозяйки, студенты, бизнесмены, сборщики мусора. С какими змеями они сталкиваются в своей повседневной жизни. Недавно я прочел в британской газете очень интересную историю. Заголовок, если его перефразировать, гласил, что двухметровый тигровый питон по кличке Малыш убил своего хозяина во сне. Я стал размышлять об этом. Судя по всему, все началось с того, что этот человек принес из зоомагазина милого маленького питомца. Он позаботился о нем и кормил его. В итоге этот зверь лишил хозяина жизни. Я подумал, какая точная метафора того, что переживают в своей жизни многие христиане и верующие люди. Дело в том, что то, с чем мы боремся, то, что губит людей, зависимости, разводы, проблемы в отношениях, проблемы с работой, различные трудности, тьма, ковы, которые рушат жизни людей. Все это начинается с размеров крохотного питомца. Мы сами кормим этих питомцев. Мы питаем их, лелеем их. А затем они разрушают нашу жизнь. Один из ключей – научиться видеть эти вещи в зародышах, когда они еще только начинаются, и уничтожать их без сожаления, без всякого сожаления. Иначе они уничтожат нашу жизнь. Очень большое число людей, те же колдуны и знахари, приходят с намерением причинить вам вред. Так вот, расскажите о том колдуне, который пришел вас убить. В прямом смысле слова – убить. Это произошло в Нигерии. Позже мне пришлось узнавать предысторию местных пасторов. Именно в этой стране Африки зародилась вода. Это очень известный вид колдовства и шаманства. Там есть и так называемые анимисты. Мы зовем их Джуджо. Это тоже своего рода колдуны. Некоторые из наших зрителей сейчас думают, что такого вообще не бывает. Но это реальные демонические силы. Ведь так, Даниал, одна поездка в Африку убедит вас лучше любых слов. Это реально. Очень реально. По мнению местных жителей, колдуны бывают разных уровней. Некоторые считают себя хорошими, некоторые плохими. Мы знаем и понимаем, что все это зло, но они думают по-своему. Эта женщина была плохой даже по меркам воду. Один из пасторов сказал мне, что знал 10 человек, которых эта женщина прокляла до смерти. Двое были ее родственниками. Эту женщину боялись, потому что она проклинала людей, и это их убивало. Когда мы приехали в город, на одной из наших компаний, одной группе людей, это не очень понравилось. Это были колдуны. А почему? Поразительно, что когда мы приехали, их колдовство перестало действовать. Один из колдунов пришел на нашу компанию. Он был в ярости. Он рассказал, что его бизнес был в том, что люди приходили к его дому, где на газоне лежали камни. И покупали их? Нет. Люди платили деньги и вставали. На один из камней, чтобы услышать то, что, по словам колдуна, будет голосами умерших предков. Так вот, он пришел к нам в гневе и сказал, с тех пор, как вы приехали, мои камни больше не разговаривают. Да, для тех, кто не понимает, если это не голоса умерших предков, тогда чьи же это голоса? Библия называет их мертвыми духами. Это демоны. Настоящие демоны. Опять же, Павел пишет, что именно с ними мы боремся. Это демонические силы, невидимые, но в то же время вполне реальные. Теперь вернусь к истории женщины-колдунии. Она появилась на собрании, чтобы проклясть меня и убить меня. Она стояла среди людей, где-то справа от меня. Я проповедовал, не подозревая о том, что она здесь. У нее были с собой талисманы, фетиши, амулеты. Не знаю, зачем, да это и не важно. Она приготовилась начать проклинать меня, и как только она захотела произнести проклятие, на нее сошла сила Божия. Женщина упала на землю, закричала, извиваясь, как змея, с пеной урта. Ее вообще никто не трогал, да? Ее никто не трогал. Я даже не знал о ней, только тогда я ее увидел. Я увидел безумную женщину, которая завивается на земле и истерически кричит. Как по-вашему, что я делаю в такие моменты? Продолжаю проповедовать? Объясню, почему я так делаю. Передо мной стояло полмиллиона человек, мы заплатили аренду, я не хотел отдавать все это дьяволу. Пусть ищет себе другую сцену. Я продолжаю проповедовать, но мы обучили местных пасторов. Есть один важный момент. Описано, истреблен будет народ мой от недостатка ведения. Поэтому мы научили местных пасторов, что делать в таких ситуациях, зная, что они неизбежно произойдут в один из пяти дней наших собраний. Местные пасторы подняли ее и вывели за ограждение. За сценой есть шатер под названием «Змеиная яма». Там мы изгоняем бесов. Местные пасторы, которым вовсе не обязательно быть известными, евангелистами и авторами книг, тоже могут изгонять бесов из знаменитых и сильных колдунов. Иисус сказал простым верующим, «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». И вот самое интересное. Через какое-то время пасторы привели эту женщину ко мне на сцену во время служения. Из нее только что вышли бесы. Ее привели к Иисусу. Она приняла Иисуса своим спасителем. Стоя передо мной на сцене, женщина представилась так. «Сегодня я пришла сюда, чтобы убить вас». Я подумал, приятно познакомиться. Она продолжала, но вместо того, чтобы убить вас, ее уверовала в Иисуса. Потому что сегодня я увидела, что Иисус намного сильнее, чем мое колдовство. Это был большой триумф Евангелия. Дэнил, сколько вам лет? 38. Он лично задокументировал 21 миллион решений принять Христа в своем служении. Вы представляете себе это? Все ли ведут духовные битвы? Да. Библия говорит, что вся жизнь христианина на этой земле неизменно сопровождается духовными битвами. Когда вы начнете это видеть, тогда начнете понимать, в чем суть. К примеру, вы читаете в Библии о Моисее и Фараоне. Общение этих людей напоминает спектакль, и вы не понимаете, что за двумя этими людьми действуют духовные силы. Оба они были представителями масштабной духовной битвы. Война шла не между Моисеем и Фараоном, и не между евреями и египтянами, но между Богом и сатаном. Оба они действовали через своих представителей. Когда вы увидите это, вы поймете, что Бог действует, дабы достичь своей цели и поразить силы врага через нас, через тех, кто верит в Него, через спасенных. Поэтому и идут битвы даже у домохозяек и автомехаников. Это уже новый уровень, поскольку на нас лежит ответственность нести Царство Божие в этот мир и повсюду нести исцеление от сил сатаны. Поэтому Иисус сказал Своим ученикам, «Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром отдавайте». Это наша миссия как Детей Божьи. Вы уже немного рассказали об этом, но моя любимая глава в вашей книге называется так. «Как убить своего дракончика». Что имеется в виду? Мне было забавно писать эту главу, потому что есть популярный фильм под названием «Как приручить дракон». Я думаю, что многие люди этим и занимаются, приручают и питают своих дракончиков. Нам нужно научить людей убивать этих дракончиков. Опять же, если этот милый зверек, он может вас съесть, да? Да, нам нужно, чтобы Бог дал нам благодать увидеть финал в самом начале, чтобы мы стали делать правильный выбор в те моменты, когда у нас есть такая возможность. Уверяю вас, когда дракончик вырастет, он станет монстром, и его будет сложно держать под контролем. Пусть Бог даст нам мудрости. Я написал эту главу, чтобы вы распознавали такие вещи и расправлялись с ними, пока они вам не навредили. Вы учите, что у нас есть все, что нужно, дабы одержать победу. Нам нужно о многом поговорить. Я хочу, чтобы у Дэниела хватило времени поделиться этим даром чудотворения, который в нем действует. Зарегистрируйтесь на нашем сайте, адрес которого вы видите на экране. Чтобы после эфира посмотреть отрывок с особым служением, сидрот.орг, заходите на наш сайт. Дэниел много раз видел все чудеса, написанные в Библии, и даже воскресение из мертвых. Во имя Иисуса. Глухие уши откройтесь. Во имя Иисуса. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Иисус – это путь, истина и жизнь. Скажите «Аминь». Это сверхъестественно. Вы видели, как происходят все эти чудеса, пока Рейхард проповедовал. Вы думали, а что будет, если ничего не произойдет? «У вас вообще были когда-нибудь такие мысли?» У меня были такие мысли. Я даже задавал этот вопрос евангелисту Бонке, и я был ошеломлен. Я спросил пастор Бонке, «А что, если никто не исцелится?» Его ответ изменил всю мою жизнь. «Думаю, он изменит жизни других людей». Он ответил, «Дэниел, если ты помолишься за девять человек, и ни один из них не исцелится, молись за десятого так, словно все предыдущие исцелены, потому что твой опыт не меняет Слово Божьего». Это был урок от человека веры. Это прекрасно. Я понял, быть человеком веры не значит всегда получать желаемый результат. Это означает, что ваше доверие укоренено в Слове Божьем. Хочу ободрить вас. Возможно, вы еще не видите того прорыва в сверхъестественном, которого ищете. Продолжайте идти, продолжайте доверять, продолжайте держаться Словом. Вы увидите прорыв. Господь не человек, чтобы ему лгать. Он придет к вам во имя Иисуса. Зачем делать такое ударение на чудесах? Для чего? Вы евангелист. Вот вам это и нужно, пожалуй. Зачем обычным верующим ходить в чудесах? Во-первых, а почему нет? Почему человек должен жить на более низком уровне, когда есть целый мир сверхъестественных божественных чудес? Вся жизнь христианина сверхъестественна или она просто ничто. Вы даже спастись не сможете без сверхъестественного чуда. Я бы сказал, величайшего чуда. Иисус сказал, если не родитесь свыше, не сможете увидеть царство Божьего. Поэтому христианство должно быть сверхъестественным от начала и до конца. И вы не сможете жить в этом мире, не соприкасаясь с ним. Я знаю по вашим рассказам, что вы видели воскресенье из мертвых. Расскажите теперь об этом. Интересно, что случай, о котором я сейчас вам расскажу, повторился всего три дня назад. А какой был интереснее? Ну, я вас дразнил. Этот случай... То есть, кто из этих покойных был интереснее? Давайте расскажу историю. Я был в городе Сапеле. Это еще один город в Нигерии. Я хочу услышать обе истории. Хорошо. Так сказал мне внутренний голос. Расскажу оба. На собрание пришла женщина с тяжелобольным ребенком. Очевидно, что многие приходят на собрание, потому что им нужно чудо. Наши собрания идут долго. В Америке собрание длится минут 45, а наши собрания порой идут по 6 часов. Во время собрания ребенок умер. Этот мальчик потерял сознание. Мать пыталась привести его в чувство, но он уже был мертв. На поле у нас есть шатер медиков. Женщина отнесла ребенка к медикам. Те осмотрели его и сказали, мы бессильны, он мертв. Отнесите его к евангелисту, пусть он помолится. Женщина простояла на ступенях у сцены несколько часов. К тому времени, как я спустился, ребенок уже был совершенным трупом. От него уже шел неприятный запах. Когда я спустился, я не знал, что случилось. Я просто увидел, что женщина держит бесчувственное тело. Я понял, что случилось нечто страшное. Я стал молиться, и женщина выпустила тело из рук. Я успел его поймать. Я рад, что вы его поймали. Но я ничего не знал. Я не знал, что он мертв. Я подумал, что с ним что-то не так. Я помолился примерно 30 секунд, вручил ребенка обратно матери, сел в машину и поехал. По пути я заметил, что позади машины началось ликование. Я узнал, в чем причина, только следующим вечером. Ко мне подошел мой директор и сказал, «Дэниел, у меня для тебя сюрприз». Он отвел меня за сцену, где тот самый маленький мальчик бегал, играл, совершенно исцеленный, здоровый, воскресший из мертвых. А вот что произошло несколько дней назад, во время последней кампании в Нигерии. На прошлой неделе случилось почти то же самое. В этот раз женщина держала маленькую девочку. Я уделил ей больше внимания, это было похоже на предыдущий случай. Женщина передала малышку в мои руки. Я проверил пульс, его, как и дыхания, не было. Глаза на красивом личике закатились. Я помолился и передал ребенка матери, и через несколько минут девочка вернулась к жизни. Мы видим, что Иисус живой. Он по-прежнему исцеляет больных, воскрешает мертвых и совершает самые разные чудеса. Вы получили слово от Бога о том, что ждет нас в этом десятилетии. Господь проговорил ко мне об этом десятилетии пару лет назад. Он сказал, грядущая декада будет декадой двойной жатвы. И вот что важно. Когда Бог дает такое слово, у вас есть два варианта. Вы можете отвергнуть его, как риторическую гиперболу веры, или принять его веры. Все наше служение приняло его верой. Мы верим Богу, что в ближайшие 10 лет 150 миллионов человек будут спасены. Но это не все, Сид. Я верю, что в ближайшие 10 лет нас ждет величайшее движение евангелизма в истории. Через 10 лет мир будет совсем не таким, как сегодня. Уже не два или три евангелиста будут проводить огромное собрание. Это будут десятки, тысяч людей по всему миру, которые будут собирать невероятную жатву перед возвращением Иисуса. Сейчас нас смотрят верующие, которых можно назвать спящими гигантами. Они гиганты, да, но спящие. Я хочу, чтобы вы их разбудили. Друг мой, если это о вас, то вы, возможно, сами об этом не знаете. Возможно, вы с самого детства знаете о своем призвании и цели на вашу жизнь. Вы знаете, что цель в жизни — это не только получать зарплату, ходить каждый день на работу, воспитать детей и умереть. У вас есть ощущение в духе, что Бог сотворил вас делать что-то для вечности. Он сотворил вас для чего-то значимого. Я помню, что рассказал мне евангелист Бонки. Много лет назад, когда он был ребенком, у него было несколько братьев. Один хотел быть врачом, другой — юристом. Когда отец спросил Рейхарда о кем ты хочешь быть, тот ответил, «Папа, на днях я осознал такую вещь. Я понял, что своими смертными руками могу помочь строить вечное царство Бога. И своим смертным языком могу помочь проповедовать вечное Евангелие». Друзья, послушайте, в этом мире важно только одно — жизнь, прожитая по воле Бога. Библия говорит, что исполняющая волю Божию пребывает вовек. Вы спросите, в чем воля Божия? Все очень просто. Петр пишет о том, чего желает Бог. Он желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Даниил пишет, что те, кто приведет многих ко спасению, будут сиять вечно, как звезды. Хочу бросить вам вызов. Перестаньте жить ради низких удовольствий и низких целей в жизни. Примите призвание, для которого вас сотворил Бог. Начните этот забег, и все небеса вас поддержат. Сейчас последнее время. Это величайший момент в истории. Если не вы, то кто? Если не сейчас, то когда? Если не здесь, то где? Пришло время подняться и занять свое место во имя Иисуса. Пришло время сказать, Хенене, вот я. Самое время. Мы записали для вас небольшое продолжение программы. Пожалуйста, зайдите на наш сайт, адрес которого вы видите на экране после окончания этого выпуска. Sidrod.org. Я хочу, чтобы Дэниел говорил так, словно он на одном из своих собраний, где-то в Африке. Я ожидаю тех же чудес, того же наделения, личным познанием Господа. Так происходит везде, где он говорит, и сейчас мы это с вами увидим, так что не уходите. Смотрите в следующем выпуске. Вы знали, что сотворены ради цели? Узнав божественную цель для вашей жизни, вы никогда не вернетесь к прежнему образу жизни. Присоединяйтесь ко мне в программе Сидорота. Это сверхъестественно. Я расскажу вам, как именно узнать волю Бога на вашу жизнь. И я молюсь о том, чтобы Бог благословил вас. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества, Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.